Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня очень интересная тема, которая поднимается неоднократно, когда люди приходят и они спрашивают, а вот может же быть такое, чтобы я один раз почистился, если есть какой-то негатив, на чистую энергетику, неважно, там не было изначально порчи или был человек почищен, поставлю защиту и всё. И чтобы сэкономить деньги, чтобы потом мне обращаться, это что мне потом? Всегда уделяйте тому какое-то внимание? И прочее популярный достаточно вопрос. Я хочу вам рассказать про суть того, как именно с точки зрения времени всё это будет идти. Да, работы достаточно дорогие. Когда работа качественная, она, естественно, дорогая. Когда работа дешёвая, априори можно сказать, что она некачественная. Почему? Потому что когда вас зазывают каждый день, всего лишь там акция по 5000 рублей, осталась на защиту по святым местам, по каким-то храмам, по местам силы. Ну, в лучшем случае, как я уже неоднократно говорила, в таком варианте человек за вас, ну, просто может вас, допустим, в храме вписать в список в обедне. Может, допустим, заказать на ваше имя сорока уст. Ну, извините, вы и сами можете это пойти. Да, когда это делает практик, и настоящий практик, это будет сильнее, и я тоже это делаю. Но я не делаю те самые фейковые защиты, якобы я пойду там за 5000 сделаю полностью защиту. Нет. Но бывает такое, что как временную защиту, или когда, допустим, кто-то из своих просит и говорит о том, что когда ты ходишь, и когда ты за меня, допустим, заказываешь сорока уст, я чувствую, что мне лучше, что меньше как-то конфликтов на работе и так далее. А когда я сам иду, ну вот как-то, наверное, меня не так слышат. Такое тоже может быть, но суть немножко в другом. Именно мы говорим о людях, которые заказывают чистку, заказывают защиту и все. Но что касается чистки, я уже объясняла, почему и как, если защиту не поставить, можно опять нахватать негатива. Есть уже такие видео в плейлист «Говорилки». Вы можете зайти и посмотреть, что такое чистка, насколько там долго действие этой чистки и прочее. Что касается защиты. Вот один раз поставил и всю жизнь, чтобы потом уже не беспокоиться. Вообще ничего. Чтобы я потом ни копейки не потратил, ни на диагностику этой защиты. Никогда и никак. Может ли такое быть? Ну, в целом, теоретически это может быть, но когда человек приходит с таким посылом, это говорит о определенных его эмоциональных, душевных качествах. И это уже большой вопрос о том, как на нем будет стоять защита. На жадных людях часто плохо стоят и защиты, и чистки недостаточно. Да, вот качественно им проводятся в целом. Поэтому здесь я вам буду рассказывать сейчас о нюансах. Итак, поставили вы, например, защиту. Что с ней нужно делать и с чем это можно сравнить? Защита хорошая. Защита, допустим, многофакторная, качественная на вас. Но я уже выпускала видеоролик, в котором говорится о том, кому не поможет никакая защита, какую бы не ставили. И защита может быть абсолютно практически неуязвима для внешних каких-то влияний, если сам практик не захочет, который устанавливал ее, снять. Это что касается моих защит. Но есть определенные нюансы. Если человек сам ведет неправильный образ жизни, я не имею в виду, что выпил там бокал вина, не об этом. Если человек завистливый, если человек негативный, если человек желает зла всем окружающим, он потихонечку как будто бы ржавчиной изнутри разъедает вот эту защиту. Человек, который с установленной защитой начинает бахвалиться и говорить о том, что, о, ну у меня теперь защита, я теперь могу кому угодно, что угодно делать, и ничего мне не будет. И вот тут может быть история, когда от людей там может быть вам ничего и не будет. От их энергетики вы хорошо будете защищены, но могут вмешаться силы в один прекрасный момент, если они поймут, что вы зарвались. Это вот из области, когда боксер, да, который понимает, что может напасть на любого, ухайдогать его, и вряд ли он столкнется с боксером, там, таким же профессионалом своего уровня, да, просто в каком-то кафе. Вот то нашумевшие все вот эти мероприятия и так далее, которые в кафешках, когда профессиональные борцы и боксеры избивали обычных людей, да, какое-то время человек может и сам бить энергетически и ничего за это не отхватывать, потому что хорошо защищен. Но рано или поздно вмешаются силы в эту ситуацию, которые будут понимать, что не по назначению используется такая вот защита. А защиты иногда бывают с агрессивными надстройками, с агрессивными элементами, которые еще и являются не то чтобы нападением, одновременной защитой и нападением, но они превентивно сшибают иногда негативные воздействия. То есть защита не ждет, пока ей прилетит. А еще на области намерения у того человека, который что-то делает, вот этот товарищ-злопыхатель может получить ата-та по попе. Такие варианты тоже есть, но если вы негативите, скажем так, и беспокоитесь постоянно о тех людях, которые вокруг, вместо того, чтобы смотреть свою тарелку и заниматься своей жизнью, то защита, естественно, может ослабевать. Но опять же мы понимаем, кто в этом будет виноват. Почему периодически нужно диагностировать защиту? Ну, такая вот, допустим, аналогия. Когда-то, ну, там я не знаю, вы сделали хорошо, там все пломбочки, прочистили кариес, вам все запломбировали, там буквально все зубы идеальные, но мы же ходим все равно периодически на профилактический осмотр. То есть может быть все хорошо, но первые какие-то звоночки, которые могут появиться при нехорошей ситуации жизненной какой-то, когда нападают магические какие-то элементы, могут проявляться. Их надо вовремя поймать для того, чтобы потом не попадать на полную переустановку защиты. Каким образом? Есть у защиты определенные элементы, в том числе камуфляжные. И когда спрашивают, а вот как часто было, чтобы защиту вашу снимали? Ни одной защиты не снято моей со стороны. Были случаи, когда, например, жена устанавливала защиту на мужа и оплачивала это. Потом, допустим, разводилась с ним, приходила и говорила, а вы можете снять защиту? Я не хочу, чтобы он ходил защищенный. Да, естественно, я тогда снимала эту защиту в таком случае, потому что сам заказчик этого вопроса и пришел затем ко мне по тому же поводу. Большинство практиков говорят о том, что защита ставится каждый год. Да, есть элементарные такие практики, когда каждый год стихийные защиты ставятся или просится каждый год то, что касается финансового аспекта. Но мы говорим сегодня о защитах. Да, есть такое, что защита на год или на месяц ставится. Все это сообразно лунным циклом в том числе. Но такая защита, она для чего нужна? Для того, чтобы практик регулярно зарабатывал. То есть, чтобы вы каждый год приходили, каждый год устанавливали новую защиту. И одно дело продиагностировать или оплатить, допустим, осмотр профилактический у стоматолога. И совсем другое дело взять и полностью провести какой-то ремонт или установить заново брекеты или еще что-то сделать. То есть, вот здесь нужно понимать. Я оставлю защиты бессрочные. Есть защиты, которые гораздо больше двух десятков лет. На сегодняшний день работают и абсолютно здравствуют. Но там и нормальные, адекватные люди, которые не лезут на рожон. И которые сами не пышут злобой. И сами не провоцируют окружающих на то, чтобы проверяли прочность этой защиты. И самое удивительное, что там даже камуфляжные слои. Целые и невредимые на протяжении длительного времени. На протяжении многих лет. Можно сказать о том, что не получится. Получится, как вы можете сэкономить на том, чтобы потом никак не обслуживать эту защиту. Не менять камуфляжную часть ее, допустим, и прочее. Не делать этого уже никогда. Первое, это ввести практически праведный образ жизни. Не желать зла. Не ввязываться в какие-то проблемы. Не злопыхать. Не завидовать. Ничего не делать негативного. То есть, быть практически святым человеком. Но поскольку мы все обычные люди. И да, какие-то эмоции бывают. Какие-то конфликты в жизни у каждого бывают. Я всегда рекомендую. Если есть тревожные моменты. То есть, вот вы посмотрели общую диагностику. И там тревожный какой-то вариант выбрали. Вы понимаете, что есть на вас защита. Ну, посмотрите. Краткий просмотр. Краткая диагностика защиты. Опять же, даст вам понимание. Нужно вам что-то делать. Нужно ли шлифовать защиту. Нужно ли менять какую-то ее часть. Поскольку она многофакторная. Я именно о своих защитах говорю. Я не лезу сейчас в работы других практиков. Просто на вопросы отвечаю. Людей, которые спрашивают. Что, а вот гарантируете, что раз и навсегда. Нет, раз и навсегда нет. Обычно, если человек верит. Если человек не просит вот таких вот гарантий усил. Если человек адекватно себя ведет. То десятилетиями может носиться защита. И ничего с ней случаться абсолютно не будет. И выдерживать она будет большим напряжением. И даже достаточно сильные, максимально сильные атаки. И вы сможете просто в нормальном состоянии существовать долгое время. Но вы всегда должны понимать, что то, что мы берем на себя, мы потом это обслуживаем. То есть периодическая диагностика, когда сложная ситуация в жизни. Или сон вы увидели такой тревожный, который свидетельствовать может о магическом нападении. Или вы выбрали действительно диагностику в общем раскладе. И она тревожная. Вы понимаете, что отзывается. И что действительно это как-то на душу ложится. Вы, конечно, можете выбрать неправильный вариант. Но, тем не менее, здесь перестраховаться лучше. Сделать диагностику и понимать, что все уже в порядке. И можно жить спокойно. Вот такие вариации тоже есть в этой ситуации. Так что, друзья, я надеюсь, что для многих я развеяла какие-то вопросы. Сейчас большинство практиков говорит, что я каждый месяц на новолуние поеду делать вам защиту. На растущую луну буду ставить. Люди как дураки каждый месяц по 5, по 10, по 15 тысяч платят. Для того, чтобы им раз в месяц или за те же самые 30, 40, 50, не знаю уже за сколько у кого, ставят на год такую защиту. Есть ли в этом какой-то смысл? Лучше поставить один раз и надолго. Но если кому-то хочется переустанавливать каждый год и просто прикалывает процесс, можно сделать и на год. Но дело в том, что скорее всего практики при такой работе просто оговаривают определенные сроки воздействия защиты. Либо не хватает силы, практика для того, чтобы защита работала долго. То есть может быть такое, что там раздухарится практик, пытается как-то вложиться все это, но силенок не хватает, чтобы защита работала дольше. И сейчас, конечно, практики могут начать возмущаться, те, которые делают именно так. Почему? Ну потому что им выгодно, чтобы человек ходил каждый год. Я считаю, что нужно делать так, чтобы человек максимально долго, качественной защитой мог пользоваться. Не то, чтобы пользоваться, он ее носит и взаимодействует с нею. И чтобы это было максимально долго. Но еще раз говорю, как любая ценная вещь, допустим золото, мы же тоже иногда носим его там почистить, профилактировать, камешек там загнуть где-то держатель какой-то, который камень держит, еще что-то сделать. То есть мы периодически там, допустим, профилактируем замочки на золотых цепях и прочее. Это вот из той же области. То есть лучше мониторить периодически для того, чтобы понимать, что все в порядке. Тем самым вы будете не столько тратить, сколько экономить свои же деньги, не устанавливая ежегодно защиту, как это делается традиционно. Я не могу сказать, что все, кто устанавливает на год, разводят вас на деньги. Нет, бывают просто такие практики, которые не в состоянии дольше, чем на год установить. Такое бывает. Абсолютно я не спорю. Есть те, кто оговаривают сроки, потому что хотят, чтобы к ним обращался человек каждый год, потому что это выгодно практику. Человек каждый раз приходит, человек каждый раз приносит ему деньги. Почему бы нет? У каждого свой стиль работы. Но я просто вам даю понимание, как все это работает. Для того, чтобы вы понимали, когда вам постоянно рекомендуют какую-то чистку или защиту. Ну, что ж такой слабый практик, который каждый раз на защиты берет, каждый раз на чистки каждый месяц кого-то берет. Но это просто не практик, а уж извините, анонист. Поэтому это мое мнение, основанное на долгом опыте работы и наблюдениях. Огромное количество наблюдений, огромное количество защит, которые я периодически мониторю. Люди, с которыми на диагностике периодически приходят свои защиты, я их знаю. И более того, каждый раз иногда спрашивают, а что одинаковая будет защита у всех? Нет. У нас защита на протяжении, допустим, 5 лет, года, 10-15 лет. Каждый раз ритуал практически, каждый проходит апгрейд. То есть я всегда вношу какое-то усиление. Когда человек, например, делал себе защиту, потом через какое-то время ребенку, например, ставил, она уже будет еще более современной, скажем так, к новым событиям приспособленной. Но и те старые защиты, которым больше 10, больше 15, больше 20 лет, большая часть из них работает нормально и не скрипит. Все у них в порядке. И я желаю всем удачи и благополучия, друзья. До встречи. До свидания.